всем здоровенько сегодня на досуге вспомнил историю короче как в луганск меня привезли сидел я короче на белой церкви меня оттуда под раскрутили по 391 непокора администрации и короче попер и обороздить просторы вселенной короче через всю украину привезли меня в перевальск на 15 командировку нам пару месяцев прошло туда-сюда но уже присмотрелся что там за движ что почем хоккей с мячом доверили мне третий барак и отряд тоже был на мне сколько тогда на то время было под 100 человек до было на на отряде такие отряды не маленькие нормальная бандейка была и короче тоже так через некоторое время я уже смотрел там то все через некоторое время появляется пупсик на отряде у нас один а его типа как попал под льготу сам особист хитрая гнида к нам на барак нигде работать не хочет то все но это лето что ты пользу бушку это нести ну конечно ну хорошо будешь тогда мужикам чай варить да там где-то в помощи будешь ну такой вроде чистоплотный штемп нормальный ну и так пробили вроде бы но эти особисты же они что же такие что друг за друга знают и молчат да и короче как-то ночью слышу вокруг себя ну я в углу спал короче вокруг себя слышу движуха что-то шу-шу-шу шукается кто-то хихикает кто-то нахуй там обкатывает ситуацию будем будить не будем но я уже сам слышу что-то не то спросон я говорю шо такое шо произошло не блять то ляша такое произошло ой-ой-ой-ой-ой такое произошло что ты даже не поверишь я говорю то ну шо ж такое произошло рассказывать а ну будем что-то делать что-то решать ну что никто не не умер не повесился все живые те ну да все живые только минус один морю давайте рассказывать говорит представляешь говорит в купе там потушили свет и этот пассажир асабюрик а это получается его привезли со змеиной балки кто знает это 60 к особый режим такая тоже командировка там публика сидела на то время тоже пойдет до его привезли то все тоже у него пробили у него и семья жена двое деток жена довольно таки ну симпатичная женщина к нему приезжала ну так частенько ну дело не в этом короче выясняется потушили свет то все мужики уже положили спать этот под одеяло потихарю подныривает в репелишки и штемпочка хватает за корягу опа тут с перепугу короче его же откинуло ну не знаю может знаете что подумал что может кто-то увидит ну была бы другая ситуация может он бы ему и дал бы там передергнуть что там такого так чисто спонтом притворился что спит ну короче не так то было этот поднял кипиш начал его трепать этот подматывается и давай короче шух попер с третьего этажа по ступенькам через предзонник через заборы короче шухнул на вахту ну вот это же не после этого всего будет меня я выхожу думаю что делать ну не охота что же чтоб там отряд как-то разъебывали ты же так можно тоже развернуть кому поверят но мне в принципе верили всегда потому что я никогда не давал повода чтобы мне кто-то не верил разницы нет это легавые не легавые администрация не администрация ну короче закрыли его в клетку на вахте я подошел легавым говорю а шо ну он сказал что за ситуация да не ну что такие типа там какие-то недоразумения на отряде то сё а у меня там часто кони выпрыгивали то предзонник то через заборы ховались там там еще крытая недостроенная на территории лагеря была и они там прятались до утра или же на их в клетку закрывали а утром приходил забирал ну короче этот пассажир до утра в клетке все до прихода администрации а тогда такой еще был свет светенка он был при мне начальника переты потом первым замом стал ну такой карьерюга пойдет да и так ну позволялись такие моменты что много чего решалось на то время мы нормально порешали дпк подняли закрылась дпк ну короче все красиво ну вот приходит утро думаю что ж ну как же ж быть делать но это все на блять при всем честном народе ухватился за булыгу тут уже особо ничего не сделаешь приходит эта администрация маячит меня в штаб прихожу этот у меня спрашивают то ляши что-то можно сделать чтобы ты сама чтобы в гарем не загонять а тут у того еще мысли такие были что у него все нормально он сейчас отстреляется все будет хорошо ну и этому говорю лягалому слышу говорю а как это вообще будет выглядеть ну это на натуральный петушмен ухватил мужика за корягу и шо его привести сейчас обратно в общак чтоб жил он говорит а шо мне робить то сё но это ж надо типа отчетаться но это чп ну короче говорю пошли щас с ним поговорим ну я с ним разговариваю услышь вас тебя давно вообще такие позывы были на вот эти все моменты он такой ну да это тонн и вижу такой смущаться но начинает раз это сама расслабляться говорю слушаем давай чтобы не было никаких там проблем неприятностей давай ты к своим иди все будет нормально стройся там никто тень ничего плохого не сделает все будет нормально ну все короче договорились получается я с ним все убацал короче тут пошел правда на другой барак потому что его у меня на бараке на отряде точно отъебли что паскуду последнюю да проходит время такое он подходит ко мне говорит таляша я малого одного влюбился так говорит влюбился до потери памяти говорит как можно так сделать чтобы я хотя бы у него перекурил я вообще это да это сама тогда были вот в ответе был кто-то да андрюха туманян говорю слышь иди туда короче поговорим уже хайник как по постарше пацаны может тебе что-то и придумать приходит туда веником швабры как оттопырили дуру пошел разрешение спрашивать чтоб перекурить усмотрелы да прикол был бешеный чертыла бля вот такие вот бывают ситуации поэтому надо в первую очередь когда если хочешь чтобы возле чистых мужиков возле людей кто-то что-то нес какую-то пользу надо пробивать интенсивно пробивать всю автобиографию чтобы не было никаких неприятностей или потом чтобы не было никаких разговоров на пересылке и в первую очередь надо думать всегда своей порядочности где-то если что-то знаешь ну это я имею ввиду не дай бог где-то коснется кого-то печаль беда никогда не надо скрывать потому что если будешь прималчивать окажешься в той же ситуации как и он без разницы будучи ты чистым просто ты промолчал все и становишься автоматом таким же самым как и он так что смотрите за красивым лицом и красивыми словами могут прятаться такие петушмены шо ебало жаба гадюку а так все нормально друзья смотрите рад буду еще вам рассказывать очень интересные истории данные тогда был очень удивлен всех благ вам фарту масти подписывайтесь на канал а так все четко